Вы работали с огромным числом известных личностей, включая президента США и даже бывшего президента СССР, Михаила Горбачева. Каково это, работать с Горбачевым? Это было удивительно. Он блестящий человек. Я также видел его, когда он уже отошел от власти. Меня пригласил Джордж Буш-старший на одну встречу уже после распада СССР. Там были Горбачев, Франсуа Миттеран, Маргарет Тэтчер и старший Буш. И еще около сотни человек были приглашены. Шло обсуждение ситуации в мире. Буш спросил, где ты? Я сказал, что я в Нью-Йорке. Он сказал, что Горбачев тоже будет в Нью-Йорке. У него нет личного самолета. Не мог бы ты его подвезти? Я сказал, дай-ка подумать одну десятую секунды. Конечно, я помогу человеку, который помог закончить холодную войну. В самолете у него начала болеть голова, и он был неразговорчив. Я слегка расстроился, я очень хотел поговорить с ним. Но там была его супруга, и я начал что-то обсуждать с ней. Тогда он открыл глаза и стал ее поправлять, и в итоге вступил в наш разговор. Я его спросил, что закончила холодную войну. Он ответил, очевидно, его часто об этом спрашивали, и у него был какой-то дежурный ответ. Я сказал, вам лететь со мной еще 4 часа, и вы так просто от меня не отделаетесь. Я хочу знать точный момент, точное время прекращения холодной войны. Тогда он засмеялся и сказал, что так вопрос еще никто не ставил. Потом он задумался. Потом, я никогда не забуду этот момент, он начал хлопать себя по коленке и хохотать. Потом сказал через переводчика. Я скажу тебе, в какой момент. Президент Рейган называл нас империей зла. Однажды на встрече он начал читать мне лекцию о вредности коммунизма. Я в ответ начал читать ему лекцию о вреде капитализма. Я ужасно разозлился на него. Что за менторский тон, как он смеет. Затем Рейган внезапно прервал разговор, встал, прошел 5 шагов, развернулся, подошел ко мне, протянул руку и сказал, «Здравствуйте, меня зовут Рон, можно звать вас Михаил?» Тогда я засмеялся. Этого человека невозможно было не любить. Это и был конец. В этот момент я понял, что я могу ему доверять, что с ним можно иметь дело. Рейган знал, что Горбачев любит детей, и он устроил ему встречу с американскими детьми. Горбачев был очень тронут, и это сильно их сблизило с Рейганом. Со временем они смогли договориться об уничтожении ядерных ракет, которые подвергали риску всех нас, СССР, США и весь остальной мир. Это был очень запоминающийся момент, и мы поддерживаем отношения до сих пор. Да, это действительно очень интересно. Основная аудитория нашего телеканала – это бизнесмены. Но сейчас для российского бизнеса и экономики непростые времена. Какой у вас есть совет предпринимателям, которые управляют бизнесом в период неопределенностей и высоких рисков? На чем вам нужно фокусироваться сейчас? Я бы посоветовал им не тратить силы на то, что они не могут контролировать, а сосредоточиться на том, что могут. Когда у нас что-то не получается, мы все люди, мы пытаемся управлять тем, чем управлять не в состоянии. Мы не контролируем экономику, мы можем влиять на какие-то вещи, но мы не можем их себе подчинить. Также нужно помнить, что, хотя это звучит нелогично, но трудные времена дают наибольшие возможности. Потому что когда все напуганы, а ты сохраняешь спокойствие и увеличиваешь ценность своего бизнеса в глазах своих клиентов, ты будешь доминировать на рынке. Я начал свой бизнес в 1977-78 годах, когда мне было всего 17-18 лет. В этот момент экономика США переживала худший период за последние 40 лет. Ставки по кредитам были на уровне 18%. Так что если ты хотел что-то купить или вложиться в развитие бизнеса, ты брал деньги под этот сумасшедший процент. Инфляция росла взрывными темпами. Потребление упало, никто не тратил деньги, и в этот момент я стал самым успешным бизнесменом в своей области, просто потому что я никого не слушал. Мне было наплевать на все, кроме того, какую ценность представляют мои услуги для моих клиентов. Еще один совет. Вам нужно выяснить, каков ваш идеальный клиент. Не тот, кто является вашим клиентом сейчас, а тот, кто останется им в трудное время. Зима никогда не длится вечно, в том числе в экономике. Если посмотреть на историю России и СССР, вы очень выносковая страна. Вы всегда возвращаетесь к жизни. Вы делаете это на протяжении столетий, и вы можете сделать это снова. Задача бизнеса сейчас в том, чтобы в момент, когда все напуганы, обрести свои ценности и найти клиента, который останется вашим клиентом в трудные времена. Да, я полностью согласна, что когда компания или страна в кризисе, это возможности для роста. Вы признанный эксперт по личностному росту и развитию бизнеса. Можем ли мы опозначить некоторые ключевые факторы, которые влияют на развитие бизнеса, и на чем топ-менеджер и предприниматель должен фокусироваться, чтобы увеличить прибыльность бизнеса, сделать компанию более успешной? Самое важное, что должен знать каждый лидер, бизнес душит не экономика, а психология и некомпетентность того, кто стоит во главе компании. Я верю, что в 80% случаев причина неудач лежит в области психики, то есть в мышлении. Если вы думаете, боже мой, экономика падает, все пропало, то вы не тратите прежнюю энергии на маркетинг. Вы пытаетесь сжаться. Но сжавшись нельзя быть успешным. Бизнес нужно развивать даже в самые нелегкие времена. Для этого надо поменять образ мысли. Это и есть мой самый важный навык. Именно поэтому я тренирую самых успешных инвесторов в мире. Последние 20 лет я тренирую сотрудников в инвестфонде Пола Тюдора Джонса. Это один из 10 самых успешных инвестфондов в истории. Он ни разу не терял деньги за последние 23 года. Вспомните, сколько за это время было экономических взлетов и падений. Но он каждый раз находил способ заработать, потому что он обладает правильным мышлением и правильными навыками. Это первое. Второе. Задайте себе вопрос. Какие нужные в вашем бизнесе качества вы не развили до максимального уровня? Вы лидер. Достаточно ли развиты ваши лидерские качества? А навык вести переговоры? Навык правильно подбирать людей в команду? Достаточно ли вы компетентны в финансах, чтобы принимать правильные решения в трудную минуту? Нужно развивать свои навыки и психологию лидера. В-третьих, я повторюсь, вы должны быть просто зациклены на том, чтобы узнать, кто же ваш идеальный клиент. Вы должны знать о нем больше, чем вы знаете о себе. Что он хочет, чего он боится. Я всегда говорю, что жизнь – это танец, в котором вы двигаетесь между чем-то, чего вы больше всего желаете, и тем, чего вы больше всего боитесь. Между ними вся ваша жизнь. Если расширить зону ваших желаний и сузить зону ваших страхов, у вас будет больше жизненного пространства. Вы станете сильнее. Вы станете успешнее. Нужно знать, чего хотят клиенты. Нужно приспосабливаться и продолжать обновляться. Если вы не обновитесь в период слабой экономики, у вас начинаются проблемы. Инновация – это не обязательно новая технология. Инновация – это поиск лучшего пути, чтобы удовлетворить нужды клиента. Способ мышления. Может быть, вы можете что-то ускорить. Может быть, вы можете создать дополнительную ценность, даже за счет увеличения стоимости продукта. Думайте о том, как удовлетворить клиента лучше, чем вы делали это раньше. Если вы влюблены в ваш продукт, эта любовь может привести вас к краху, потому что все меняется очень быстро. Вы, наверное, помните Sony Walkman. Были такие кассетные плееры. Весь мир слушал музыку в этих плеерах. 22 года этот продукт был номер один во всем мире. Сегодня срок жизни такого продукта – 6 месяцев. Мир меняется. Так что нельзя влюбляться в свой продукт или услугу. Нужно влюбляться в своего клиента и приспосабливаться к их нуждам. Это путь к успеху. В любой стране мира, при любых экономических условиях. А что вы думаете о тимбилдинге? Как менеджеры должны мотивировать людей работать более эффективно? Точно так же вам необходимо знать своего клиента. Вам необходимо знать своего внутреннего клиента, то есть своего сотрудника. Что они хотят, каковы их цели. Мои бизнесы растут потому, что их руководители постоянно задают себе вопрос. Что нужно моим сотрудникам? Как объединить их цели с целями компании? По-настоящему крутые компании – это компании, живущие ради своей миссии. И они привлекают людей, которых волнует именно эта миссия. Если вы работаете в Google, все вокруг вас сосредоточены на том, как структурировать информацию в вашем мире. И они безумно преданы этой миссии. Люди работают сутками, пытаясь выяснить, как достичь этой цели. Это важнее денег. Это важнее работы. Это миссия. Я знаю, что вы уделяете много внимания физической активности, и вы очень эмоциональны. Неужели тело и в целом физическое состояние – это то, что трансформирует жизнь человека? Да, это так. Я говорю об этом уже 41 год. Но примерно 3 или 4 года назад Гарвардский университет опубликовал исследование под названием «Позы силы». Они выяснили, что если стоять в позе, руки на бедрах, любимая поза супергероев в комиксах, всего 2 минуты, и ничего кроме этого не делать, просто стоять в этой позе, или, например, растянуться в кресле вот так, закинув ноги вверх, ваш уровень тестостерона поднимается на 20%. Как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, снижается уровень кортизола, гормона стресса, на 25%. А способность принимать рискованные решения увеличивается на 33%. Вы просто стоите в этой позе 2 минуты. Это биохимия. Я рассказываю людям, как надо стоять, дышать, как надо двигаться таким образом, чтобы быстро менять свою биохимию. Это не какая-то накачка позитивным мышлениям. Я не верю в позитивное мышление. Я не верю, что вы должны сидеть в своем саду и твердить «сорняков нет». Сорняков нет. Я считаю, что вы должны найти эти сорняки и вырвать их. Я считаю, что нужно увидеть правду. Я не занимаюсь позитивным мышлением. Я занимаюсь стратегией. Что вы должны сделать, чтобы добиться успеха? Мои инструменты для достижения успеха начинаются в моем теле. Если вы видите кого-то, кто сидит в такой позе, говорит вот таким голосом, захочется ли вам, чтобы такой человек вас куда-то вел? Но если взять того же человека и научить его по-другому двигаться, его биохимия меняется, и он по-другому себя чувствует. И это не самообман. Когда вы внушаете себе «я счастлив», «я счастлив», утверждения не меняют вашу жизнь, а перемены в физиологии и смена объекта внимания меняются. Я рассказываю людям, как это делать. Всем. Миллиардеру, олимпийскому чемпиону или ребенку. Неважно. Когда вы умеете менять ваши эмоции вот так быстро, и это не поддельные, а настоящие эмоции, это революция в вашей жизни. И этому я буду учить свою российскую аудиторию. А вот что бы вы посоветовали делать людям, которые, ну можно сказать, находятся на грани отчаяния, когда чье-то здоровье или вся жизнь в опасности, на чем им нужно фокусироваться? Есть ли у вас совет? Я сам через это проходил не один раз. Врачи нашли у меня опухоль в мозгу. Она и сейчас там. Они сказали, что мне нужна операция, которая могла привести к моей смерти или потере жизненной энергии. Другой врач хотел посадить меня на химиотерапию. Несколько раз я был на пороге банкротства. К счастью, каждый раз мне удавалось выбраться. Я был в ситуациях, когда мне говорили, что я умру. В такие моменты нужно контролировать то, что вы можете контролировать. Каждый день я делал что-то, чтобы укрепить свой разум, чтобы дать ему пищу. Ну, например? Каждый день, что бы со мной не происходило, я читал по 30 минут. Не в интернете, не в каком-то блоге. Я читал книгу. Я читал книгу, бросающую вызов моему мозгу, из которой можно было почерпнуть новую стратегию, новую философию. Я мог пропустить завтрак или обед, но не пропускал свои 30 минут чтения. Потому что то, чем вы питаете ваш ум, определяет то, как вы мыслите. Люди поглощают информацию из масс-медиа, из новостей. А задача новостей не научить вас чему-то. Их задача вас ошарашить. Если им это удалось, вы включаетесь в их игру, и они зарабатывают деньги. СМИ не хотят сделать вам ничего плохого. Просто такова их природа. Вам нужно сказать себе, я хочу дать своему уму пищу, которая сделает меня сильнее, здоровее, энергичнее. И я буду делать это каждый день. Когда-то я начал слушать аудиокурсы, потому что для этого не требовалось тратить дополнительное время. Я слушал их во время тренировок, когда ехал за рулем. Я питал свой мозг. Мой тогдашний учитель, Джим Ронн, говорил, «Каждый день ты должен стоять караульным у ворот своего разума. Если твой злейший враг кинет сахар в твой кофе, что произойдет?» Я сказал, «Ничего». А если твой лучший друг или член семьи, который любит тебя, капнет каплю стряхнина в твой кофе, я умру». Правильно. Жизнь состоит из сахара и стряхнина. Так что следи за своим кофе. Следи за своим разумом. Питай его. Если этого не делать, в голову приходят бесполезные мысли. Второе, что нужно делать в период отчаяния, каждый день укреплять свое тело. Причина та же. Ваше тело определяет то, как вы себя чувствуете. Смелость и страх – физические явления. Мы все ощущали это чувство, когда страх сковывает наши внутренности и перехватывает горло. Мы все испытывали моменты, когда нам страшно, но мы преодолеваем страх. Смелость – это когда ты находишь внутри себя что-то, что больше, чем твой страх. Научиться это делать – значит интенсивно использовать возможности тела. Я занимаюсь с весами в спортзале или бегаю. Каждый день я ныряю в холодную воду плюс 12 градусов. В каждом моем доме у меня есть холодная купель. Когда я в дороге, я использую криотерапию. Минус 140 градусов. Каждая процедура по 3 минуты. Это полностью меняет тело, останавливает любые воспалительные процессы. Но это еще и дисциплинирует. Мне не хочется нырять в ледяную воду. Мне ни разу не хотелось. Но я не вступаю в переговоры с собой. Каждый день я просыпаюсь и заставляю себя делать это. Я тренирую свой мозг. Когда я командую ему «вперед», это значит «вперед». Не позволяю себе рассуждать на тему «а может ненадолго отложить». Это дисциплина. Она так радикально меняет ваше тело, что меняются и ваши эмоции. Когда я укрепил свой разум и свое тело, я должен найти себе подходящую ролевую модель. Кого-то, кто уже добился успеха и чей опыт я могу изучить и увидеть в нем некую закономерность. Некий путь, которым мне следует идти. Четвертое. Нужно сразу же начинать действовать, а не сочинять идеальный план. Делай что-то. Если это не работает, меняй свою тактику. Самые успешные технологические компании используют методику итерации. Они постоянно пробуют что-то и меняют, пока не получают нужный результат. Точно так же и самолет не летает по прямой. Его постоянно сносят с курса ветром. И пилот постоянно корректирует курс. Тоже нужно делать и в жизни. И пятое. Когда вам плохо, помогите кому-то. Кому еще хуже, чем вам. Такой человек найдется всегда. Это даст вам освобождение от ваших проблем. Это напомнит вам, что в мире есть не только вы, но и мы. Мы чувствуем себя самореализованными, потому что у жизни есть смысл, лежащий за пределами нашей личности. Университет Синергия представляет. Впервые в России. Легендарный Тони Робинс. 1 сентября. Олимпийский. Мировая премьера новой программы. Тони Робинс. Коуч номер один в мире. Гуру президентов. Олимпийских чемпионов и звезд Голливуда. Автор бестселлеров «Беспредельная власть» и «Разбуди в себе» Исполина. Входит в список топ-50 главных бизнес-умов планеты и в рейтинг 100 самых известных знаменитостей в мире журнала «Форбс». Основатель и партнер более 30 компаний в разных отраслях. Активно занимается благотворительностью. В сотрудничестве с фондом «Фиддинг Америка» за последние два года обеспечил едой 200 миллионов человек по всему миру. Личный коучинг Тони Робинса стоит миллион долларов. Более 50 миллионов человек уже изменили свою жизнь благодаря Тони Робинсу. Обретите уверенность в себе и узнайте секрет безусловного успеха. Подробности на тонисенергия.рф Сейчас огромное количество книг для саморазвития, и среди них сложно затеряться. Посоветуйте нашим зрителям топ-3 книги для достижения успеха. Первое – это то, о чем я уже рассказал. Мозг и тело. Укрепляйте их каждый день, потому что это влияет на вашу психику, на ваши решения и, следовательно, на ваш бизнес. Вы должны быть сильным. Вы должны не надеяться стать сильным. Вы должны тренироваться. Лучшие атлеты мира тренируются каждый день. Зачем? Они знают, где сетка и как бить по мячу. Зачем тренироваться? Но они должны быть на самом пике своей формы. У бизнесмена должна быть та же дисциплина. Тренировки никогда не останавливаются. Если говорить конкретнее, мне кажется, самое эффективное – это чтение. Если говорить о конкретных вещах, каждый бизнесмен обязан прочитать недавно вышедшую книгу «Принципы» Рео Далио. Это замечательная книга. Ее написал самый успешный инвестор в истории. Большинство считают самым успешным инвестором Уоррена Баффета. Это неправда. Самый большой доход в истории хедж-фондов удалось получить именно Рео Далио. Он управляет 165 миллиардами долларов. Чтобы вы лучше представляли, фонд, управляющий 20 миллиардами, считается крупным. Его фонд в 10 раз крупнее большинства фондов. Он управляет деньгами Китая, он управляет средствами пенсионных фондов, он самый умный человек из ныне живущих, мой друг, чью дружбу я очень ценю. На обложке его книги много цитат с похвалами от богатейших людей планеты. Это одна из лучших книг как о бизнесе, так и о личной жизни. Еще одна классическая книга для тех, кто находится в трудной ситуации, называется «Как человек мыслит». Это книга Джеймса Аллена, она объясняет, как ваши мысли создают ваши эмоции. И третья книга «Человек в поисках смысла» Виктора Франкена. Это история человека, попавшего в нацистский концлагерь. Он был психологом и пытался понять, почему некоторые люди выживают там, где остальные гибнут. Его работа не только затронет вас эмоционально, но и поможет вам понять, что все, неважно какие проблемы есть у вас, они ничто по сравнению с тем, что переживали эти люди. Книга дает шанс взглянуть на жизнь с этой перспективы. Еще одна книга, которую я порекомендую, не такая увлекательная, но ее стоит прочесть, чтобы понять модели, по которым развивается история. Эта книга «Четвертое превращение». Ее трудно читать, но если вы бизнесмен, вы должны понимать, как работают исторические циклы в бизнесе. Вы видите отличия в менталитете людей из разных стран, когда речь идет о достижении успеха? Чем, например, мышление россиянина отличается от американца? Я очень давно не был в России. Я не берусь об этом судить, потому что я просто очень давно не был здесь. Конечно, на мои семинары приходят русские, но они представляют лишь малый сегмент вашей культуры. Одна из причин, почему я еду в Москву, это как раз попытка глубже вас понять, лучше узнать ваше мировоззрение. Но я работал в более чем ста разных странах, и я понял, что в каждой культуре существует ее собственный взгляд на жизнь. В США все основано на индивидуализме. В Азии больше развито групповое мышление. Люди в разных частях света обращают внимание на разные аспекты жизни. Но что позволяет мне успешно работать в более чем ста странах? Это то, что у людей есть потребности, которые не зависят от культуры, языка или воспитания. Нам всем нужна уверенность. Уверенность в том, что мы можем избежать боли и найти удовольствие и комфорт. Это инстинкт выживания. Но нам нужна и неуверенность. Если вы уверены во всем, вам скучно. Если вы не уверены ни в чем, вы в панике. Вам нужно и то, и другое. Всем людям нужно ощущение собственной значимости. Чувство, что наша жизнь имеет смысл. Чувство, что мы нужны, что нас хотят, что мы можем что-то изменить. Нам всем нужно чувствовать любовь и взаимопонимание. Многие люди боятся любви, и поэтому им достаточно понимания. Но нам всем это нужно, чтобы жить. Если детей не любят, они отстают в развитии, и даже физически умирают. Я уверен, что любовь – это конкурентное преимущество человека. Так что есть четыре базовые вещи. Уверенность, неуверенность, ощущение собственной значимости или уникальности, потребность в понимании и любви. У всех людей во всем мире есть эти четыре базовые потребности. Все находят способы так или иначе удовлетворить их. Есть еще две потребности – духовного рода. Не религиозного, а духовного. Когда кто-то воодушевлен, это значит, в нем есть дух. Если в вас пробудился дух, это значит, что вы растете. Если вы не растете, вы умираете. Если ваш бизнес не растет, он умирает. Если ваши отношения не развиваются, они двигаются к концу. Ни в жизни, ни в бизнесе, ни в отношениях нет плато, на которых можно остановиться. Я искал способы, как заставить все эти вещи продолжать развиваться. Шестая потребность – приносить пользу кому-то, кроме себя. Что делает вас успешным в бизнесе? Это не вы, а ваше стремление делает для людей больше, чем делают ваши конкуренты. Мой бизнес растет потому, что я просто помешан на том, чтобы делать для других больше, чем кто бы то ни был. Когда я приеду в Россию, я вас приглашаю на это посмотреть.